Десять лет назад Игорь Родин взял в аренду погибающее озеро. Вложил в него немало сил и средств. Только на зарыбление ушло порядка 12 миллионов рублей. Поэтому сегодня фермер не может спокойно смотреть, как грабят его хозяйство. Вот там стоят, там стоят, там стоят, значит. 40 машин, значит, стоит, значит, и все незаконно. Где наши структуры, значит? Браконьеры буквально атаковали озеро. Людей не смущает, что территория частная, и рыбачить здесь можно только с разрешения и то на удочку. За нелегальным уловом сюда едут со всех Акасии юга Красноярского края. Причем каждый вооружен до зубов. Сети, сачки, глушилки, моторные лодки. Игорь Родин сам патрулирует собственное владение. Работники фермы не спят ночами. Хозяйство несет колоссальные убытки. Незаконных рыбаков хоть пруд пруди. Каждый день десятки человек. Рыбу отсюда вывозят тоннами. Пеледь, карп, сазан, сик. Бороться с браконьерами в одиночку Игорь Родину устал. Четыре месяца назад фермер обратился в нашу телекомпанию за помощью. Этот репортаж я прошу считать моим официальным заявлением. Губернатору республики Хакасия, прокурору республики Хакасия, всем соответствующим органам. То есть Росприводнадзору, Россельхознадзору, представителям Енисейского территориального управления рыбоохраны. Потому что таким образом дальше жить нельзя. Идет разграбление водоема. И я один. Никаких при всем своем желании ничего не могу сделать. И вот итоги. Бейский районный суд вынес обвинительный приговор. Было установлено, что за несколько часов браконьер выловил на озере больше 200 килограммов ценных пород рыб. Рыбак-нарушитель получил 300 часов обязательных работ. А вот Игорь Родин теперь надеется. Возможно, этот случай станет показательным. И другие браконьеры подумают, прежде чем вторгаться в чужие владения. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова